Ну что, всем привет, мои дорогие, мои любименькие. Наконец-то мукбанг. Сейчас постараюсь выйти на такой, знаете, несколько мукбангов недели волну. У меня завтрак. Кушаем вместе, кушаем вкусно, кушаем много и аппетитно. У меня сэндвич. Вот такой вот там с курицей вкусный соус. Огурчик свежий. Вот пью я с чаем все. Также у меня есть сыр сиртаки. Уж очень я его люблю. Клобаса испанская, потому что я хочу сюда, прям на сэндвич, добавить эту клобасу. Йогурт. И есть еще булочка. Вот. И да-да-да, прежде чем начать меня ругать и насчет моих диет, блин, там у нас так шумно, а без окна открыто прям вообще будет жарко, дышать нечем. Хочу вам порекомендовать канал моей подруги, тоже блогера. Зовут ее Лерчик. Вы же многие ее знаете, слышали, да? Вот. У нее канал называется Family Life, то бишь Лерчик. Ссылочку обязательно оставлю в описании и закрепленном комментарии. Классная девчонка с большой семьей. Только недавно родила шестого малыша. Живут, кстати, в Германии, но русскоговорящие. А вот веселая такая, знаете, семья. Не могу сказать семейка, наверное, семья все-таки, да? Тоже, кстати, и мукбанги, и готовка, и лайф-влоги, да? Ну, то есть, не просто, вот, знаете, воспитать, поставить на ноги шестерых детей, да? Приготовить, как минимум, завтраки, обеды и ужины. В общем, кто у меня девчонки-хозяюшки, кто любит такой формат, пожалуйста. Давайте сделаем девчонке приятной, поддержим ее, подпишем на Лерочку, да? На ее канал, ссылочка, как всегда, в описании. Ну, а мы с вами продолжим завтрак, ребят. Время 11 часов. Я так плохо сегодня ночью спал. Меня кусали и комары. Сеток у меня нету, ребят, к сожалению. Я не могу, ну, такой шум. Мне надо видеть, что камера не очень улавливает. Дрель этого аппарата, который косит траву. Ну, сейчас такой сезон, я это тоже понимаю. Без этого никуда. Йогурт, ребят, да. Мне сказали, ешь творог, ребят. Ну, я поел несколько вот раз. Покупал творог. Мне хочется иногда что-то другого. Сколько здесь жирности. 3,6. Ну, ничего страшного, не так уж и много. Вот, допустим, сыр и вообще 55. Но, однако же, сыр почему-то можно, да? Давайте откроем колбаску, мою любимую испанскую, копченую. Вот. Я считаю, иногда можно, нужно. Я пока ни на каких, ни диетах. Пока я еще никуда не сел. На моем втором канале, кстати, кто не знает, Артем Воронов Лайв, такой канал есть у меня. Там я прохожу сейчас обследование, врачи, знаете, анализы, УЗИ и так далее. В общем-то, знаете, не все так плохо. По анализам вообще, в принципе, все чики-бомбони, я бы сказал. Сыр сиртаки. Прям вот сюда хочу, знаете, на сэндвич. Сэндвич покупной. Вот, покупаю его в Дикси. И обжариваю с двух сторон на сковородке. Сейчас попробую и так. Я так еще не пробовал. Мне кажется, будет очень вкусненько. И сытненько. Вот такой вот сэндвич у меня. Угу. В общем, все прелести жизни. У меня вернулись. И да, в том числе, ребят. Сам я себя ограничивать ни в чем не хочу. Да, сейчас жарко. Да, сейчас меньше хочется чего-то такого вот... Жирного, что ли. Но вкусненького у меня всегда хода. Без этого никуда. Вот, кстати, в сэндвич такой соус остренький. Вкусный. По анализам все хорошо. Вдруг кто-то не смотрит мой второй канал. Пересдавать в платке пока вот еще не надумал. Потому что мне написали... Артем, это бред. Другие пишут, что реактивы просто в некоторых больницах могут быть старые. И могут быть неточности в результатах. У меня каких-то показателей на грани, чтобы, допустим, вот эта неточность сыграла роль. Особенно нету. Все равно это все, конечно, к врачу надо показать. Я еще не записался. Со всеми уже результаты. Мне все на руках. Если мне врач назначит то же самое гиптрав. Буду гиптрав для начала. Ну, конечно, значит, сначала диету. Я ем по калоражу не так много, ребят. Я знаю, что я ем. Я в этом прекрасно разбираюсь. Сколько калорий. Я съедаю, да. При моем образ жизни. Поэтому вес, в принципе, и держится. Я и двигаюсь в последний год с лишним. Наверное, много. Стараюсь. Иногда, конечно, бывает момент, что хочется отдохнуть. Все это бывает. Кстати, давайте БАДы. Мои... Это... Как он? Омега. Упала. Он же рыбий жир. Давно не был мудбанк, давно не был видосиков на моем основном канале. Это для глаз зрения. пьются во время еды. Это омега. Но омега у меня непростая. Она уже с... витамины D3, Е и куинзин. без этого как бы она плохо усваивается. Давайте так скажем. Кто любит, кстати, такой сыр-сиртать? Вот именно в такой пачке. Мне кажется, он в детстве еще в моем был в такой пачке. И мы его вот покупали. Мама, точнее. Сейчас вот я его покупать начал опять. Подруга Настюха любит его. Я как-то в гости пару раз пришел, у нее постоянно либо в салатах, либо на столе это все имеется. Я думаю, надо опять вернуть его в рацион. Хоть он и соленый, ну как бы. Хе-хе. 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 Нужно, знаете, не уменьшить мне дозу, а скорректировать питание. Ммм. Ничего не убирать, но сократить мучное. Вот я съел сэндвич, допустим, с утра, и все. Больше ни булочек, ни хлеба. Сахар в обычном виде я практически отказался. Не добавляю ни в чай, никуда. Ой. Чуть это не рухнуло. Хе-хе-хе. Оно очень вкусно. Какие-то колбасные изделия, да, я ем. Ну, чаще всего только на завтрак. И вот так пару ломтиков, то есть это там 20 грамм. 50 максимум. Сливочное масло, например, сегодня вот я не ем. Надо сладкое. Я и сладкого в последнее время немного ем. убрать. Убрать вообще, если это возможно. Сейчас сезон фруктов, естественно, будет фруктоза и тоже сахар. Вот этого отказываться невозможно. Нельзя. нужно набираться витаминов. Такой нежный бутерброд получился. Сэндвиджи. пасмурная погода, но при этом очень жарко, 26 или 28 градусов. Духатища, второй день, дождя нет. может, все-таки он выпадет. Йогурт надо есть. В принципе, как бы я наелся, но есть еще булочка и банан. Наверное, я лучше съем банан и оболочку попозже. В обед на десерт с маком. Вкусная такая. Но летом у меня как бы все худеют, хочешь, не хочешь, мне кажется. Но если, конечно, каждый день не жрать козами шашлыки в майонезе, пиво литрами и так далее, то в любом случае от жары, от меньшего количества еды вы заходите соответственно меньше есть, и соответственно будете худеть. Ну и как бы летом, кажется, на улице больше проводишь времени, в любом случае движение больше, из-за этого тоже как бы физическая нагрузка худеешь. конечно же задали вопрос там будешь ли ты принимать препарат какие-то. Чтобы врач скажет, так и будет. Я расположен к определенным препаратам. Вот. Я имею ввиду, я изучил их, я сам все прекрасно знаю, как они работают, что они делают, какие у них плюсы, какие побочки, не по бочке. В любом случае, знаете, я ни у кого не буду спрашивать там из своих зрителей разрешение на это. Вот. Вы лишь будете просто наблюдать и все. Советы я буду спрашивать только у врача. Вот. И естественно назначать будет мне только врач. По-другому никак не может быть. Никто мне по-другому не сможет запретить вот это вот «Ой, да займись собой, сходи в спортзал, ой, да жри меньше там того-сего». Вот этот препарат, он мне может и помочь как раз-таки жрать меньше того-сего. Я не думаю, что большинство моих хейтеров, потому что нормальные люди как-то фигню не пишут, умнее больших умов мира всего, скажем так, которые увлечивают людей от диабетов, от многих других болезней этим препаратом, которые следуют уже 15 лет, а то и больше. Доказаны эффекты положительные, и в принципе ни одного плохого результата из миллионов. Ребята, это тоже результат. Просто люди все воспринимают так. Когда-то и прививка, антибиотики так же воспринимались тяжело человечеству, поэтому жили там до 30, дай бог, до 40 лет. Общество, народ всегда что-то новое боится. чуждо. Это нормально, но есть наука, есть медицина. И каждый диванный критик не может быть умнее, ребят, к сожалению, а лучше, наверное, к счастью, иначе мы сидели еще с той медициной и до 40 лет жили бы. Вот и все. Такой пока что завтрак у меня досытный, да, в принципе, калорийный, конечно, калорийный, но мне теперь вот хватит там на полдня практически теперь обедать часа в два, в три, то не знаю, сяду или не сяду, вот. Сейчас есть дела, которые надо поделать, ну как-то и отвлечешься, да. Все-таки хочу поездку запланировать какой-нибудь, куда-нибудь, смотрю варианты. В Турцию, ребят, прекрасные вообще варианты. Шесть тысяч, допустим, в один конец билет, там семь, восемь, вот в Анталию, прямой с багажом, чартер, вот. Те же ближайшие даты, ну там так сейчас жарко, я понимаю, что везде жарко, вот, а в Сочи дороже, в Сочи будет дороже, ребята, отели, ну плюс-минус такая цена, что в Сочи сейчас в Турции есть, вот что-то более-менее снимать. это от трех тысяч в сутки, в Сочи можно бабушкин вариант за две тысячи снять, но это уже можно в отдельном каком-нибудь видео поговорить на эту тему, в общем. Хочешь, склоним съесть, потому что лето, часть, одна шестая лето закончилась, сейчас, ну, перейти, оглянуться, через две недели уже одна третья лето, останется два месяца, а чаще всего бывает, что вторую половину августа никто и не считает за лето, да, поэтому очень сейчас быстро все пролетит, гуляйте, наслаждайтесь, отдыхайте, совершайте какие-то поездки куда-то, пока тепло, есть возможность налегке собраться, да, без баулов, вот, я постараюсь следовать своему, так сказать, пути тоже, вот, вам спасибо за просмотр, не забывайте поддержать мою девчоночку Лерочку, подписаться на ее канал, ссылочка всегда в описании, да, Лерочка, знаешь, что будешь смотреть, поцелуйчик, знаю, у тебя иногда бывают срывы, да, иногда ты хочешь у меня каналы закрыть, но, я считаю, если ты уже начала, у тебя хорошо получается, у тебя есть результаты, то ни в коем случае ни от кого не должно ничего зависеть, вот, ни в коем случае, только твое сугубо личное желание, только тогда, когда ты есть, совсем тебе это дело разонравится, да, у тебя может другое хобби появится, или еще что-то, вот тогда, да, ну, а так можно всегда сделать какую-то передышечку, и вперед, дальше, 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 к новому свершению, все, всех люблю, всех целую, всем удачной недели, ребят, сегодня у меня понедельник, ой, плодотворной недели, увидимся в новых видео, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok